Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. Играем мы сегодня испытание Классическая Боня. В этом испытании 8 эпизодов. Ограничено количество героев. Есть 7 команд Черепашек, плюс отдельные герои. Это Эйприл Кунаичи, Эйприл Анил, Кейси Джонс и Учитель Сплинтер. И для первого сражения давайте-ка я возьму команду Учителя Сплинтера, Кейси Джонса, Эйприл Анил и Эйприл Кунаичи. А вот дальше у нас пойдут команды Черепашек. Оставшиеся 7 эпизодов будет 7 команд Черепашек. Что ж, здорово. Итак, первая волна и нас встречает Маусер. Сразу же особая атака Тайной Катаны Сплинтера. Удар и разрезан Маусер на 2 части. Отлично. Кейси Джонс подрывает второго. Удар-взрыв. Вот и робот уничтожен, а Эйприл метает свой веер. Вот уничтожая очередного Маусера. Что ж, неплохо. Идем дальше в атаку. И сейчас приходит очередь уже Эйприл Кунаичи. Она в свою очередь использует особую атаку. Это Телекинез. Вот здорово. Выбивает первого врага. Кроме того, давайте-ка я усилю наш отряд благодаря медитации Сплинтера. Вот здорово. Отлично. И используем особую атаку Кейси Джонса. Вот при помощи электрошокера он просто поджаривает очередного врага. Эйприл тем временем пытается атаковать робота Крэнка в Телекинезе. Вот здорово. Замечательно. А Эйприл Кунаичи, взлетая вверх цепными молниями, поджаривает оставшегося врага робота, выводя его из строя. Супер. Ну что ж, две волны шутя проходят наши герои. Переходим в третий. И здесь у нас ожидает Бибоп Классический, плюс еще Маусеры и роботы Крэнков. Что ж, ничего страшного. Итак, бьет по уязвимым точкам Сплинтер Бибопа, выбивая этого врага. А остальных роботов, я думаю, Кейси Джонс должен подорвать при помощи бомбы. Бросок взрыва, роботы уничтожены и наша команда празднует победу. Супер. Ну что ж, отличнейший бой, хорошая победа и наша награда это ДНК Бибопа Классического. Что ж, неплохо. Переходим ко второму эпизоду. И для второго эпизода, друзья, давайте-ка я возьму команду Классических Черепашек. Итак, Раф, ищем остальных, Лео Микеланджело и нам нужен Дони. Классические Черепашки вперед, три волны в данном эпизоде. И я думаю, должны наши Черепашки тоже неплохо справиться. И в начале боя Микеланджело классически прокачивает атаку для нашего отряда. Вот, замечательно. Лео метает свой канализационный люк, выбивая первого фута. Отлично. Дальше Лео хватает фута, метает его в другие фута и делает взаимоуничтожение. Что ж, это было забавно. Кроме того, оставшегося врага при помощи вертолета добивает Дони классический. Супер. Вот здорово прошли классические Черепашки через первую волну. Переходим ко второй. Целая куча врагов. И у нас есть Микеланджело, который атакует при помощи скейта. Ну, чаками наносит довольно-таки сильный удар, выбивая врага. Кроме того, Раф решил перекусить пиццей, угостив братьев. Тем самым восстанавливая здоровье и силы нашего отряда. И нужно применять особые техники. Для этого Лео наносит мощнейший удар сверху катанами, выбивая фута. Оставшихся врагов накрывает при помощи кофейной машины уже Дони классический. Запуская ее как ракету, он просто подрывает оставшихся врагов и мы переходим к третьей волне. Так, третья волна. Футы плюс Рокстеди. И для них есть сюрприз. Микеланджело просто забрасывает их сюрикенами, выбивая, и мы опять же получаем победу. Ну что ж, неплохо сработали классические черепашки. Наша награда это ДНК Рокстеди, и мы идем с вами дальше. И да, следующий, третий у нас эпизод. И для третьего эпизода давайте-ка я возьму команду черепашек космических. Итак, Лео, Раф, Дони, а вот где-то я Микеланджело потерял, наверное, надо вернуться. Да, вот. Так, космочерепашки. Вот, мультяшных и видений я возьму на самый конец. Ну а пока давайте-ка идем космическими из фильма, ролевиками и оригинальными. Что ж, отлично. Итак, в начале боя пусть Микки нанесет удар лазерным Танфу. Вот, сейчас чувствую, достанется довольно-таки здорово роботам Крэнгов. Да, выбивает с первого удара. Кроме того, нельзя забывать о безопасности. И благодаря образу капитана Раяна, Лео космически прокачивает дополнительную защиту. Неплохо. Раф стреляет бластером, выбивая очередного врага. Итак, да, ну и последнего робота, надеюсь, выстрелом из груди поджарит Дони. Плазменная пушка из груди Дони космического уничтожает последнего врага. И мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Давайте-ка посмотрим, что здесь нас ожидает. Итак, Маусер плюс футы. Ну что ж, друзья, надеюсь, космический маффин Микеланджело космического нанесет побольше повреждения. Итак, бросая этот кексик, он выбивает очередного фута. Здорово. Отлично. Лео космический, в свою очередь, стреляет бластером, допивая очередного фута. А дальше у нас уже есть возможность использовать черепашонки Чомпи, детеныша космической черепашки. Вот Раф при помощи него поджаривает очередного врага. Есть, фут уничтожен, ну а последнего вот Маусера давайте-ка мы прокачаем еще дополнительную атаку благодаря сканеру Дони космического и попробуем его уничтожить. Отлично. Итак, космический удар сверху и противник уничтожен. Просто-просто замечательно. Здорово. Ну что ж, переходим к третьей волне. Здесь у нас классический Рокстеди Бибоб, Маусеры Футы и сразу же массовая атака Микеланджело Космического приносит нам победу. Выстрел, взрыв и враг уничтожен. Просто-просто великолепно. Отличнейший бой и мы идем с вами дальше. Здорово. Ну что ж, друзья, итак, давайте-ка мы соберем с вами награду ДНК Денателло Классического и перейдем к четвертому эпизоду. Вот, а для четвертого эпизода давайте-ка я возьму команду из оригинальных черепашек. Итак, Донни, Микеланджело, Раф и Лео. Оригинальные черепашки вперед. Посмотрим, как эти герои справятся. И да, друзья, всего две волны. Всего две волны. Ну, и здесь нам нужно будет сразиться вот с такой вот классической двойкой. Рокстеди Бибоб плюс Футы. И дальше уже со Шреддером, если я не ошибаюсь. И в начале боя Микеланджело оригинальный наносит мощнейший удар нунчаками, выбивая Фута. Дальше подключаем Лео. Удар Катаной в прыжке. И очередной враг повержен. Просто великолепно. Кроме того, надеюсь, Донни тоже себя здорово покажет. Итак, где его Бо? Вот палкой выбивает без проблем очередного Фута. И у нас уже приходит очередь Рафа. Интересно, сумеет ли он выбить вот врага. Что интересно, остальные черепашки били оружием. Раф ударил ногой. Ну, и вот добивающий удар, надеюсь, нанесет Микеланджело, просто подорвав этого Рокстеди. Ничего себе, Рокстеди выжил. Как он выжил, друзья, я не знаю. Но Лео рубит экран и осколками забрасывает Рокстеди. И мы получаем победу. Отлично. Переходим ко второй волне, где нас уже ожидает Шреддер классический. Вот он. Насмехается, выходит на бой, но у него нет шанса перед нашими черепашками. Итак, Донни, выбивая уголок, метает его как бумеранг и снимает большую часть жизни. Шреддер классический выживает ненадолго. Раф оригинальный собирает слова как Сюркены, метает и побеждает этого врага. Что ж, супер, друзья. Идеальный бой, идеальная победа. И мы идем с вами дальше. Просто-просто великолепно. Отлично. Итак, победа на три звездочки. И наша награда это ДНК Леонардо классического. Просто супер. Ну что ж, друзья. Итак, давайте-ка перейдем к пятому эпизоду. Вот, посмотрим, какие у нас еще команды черепашек не сыграли. Друзья, не сыграли еще ролевики. Итак, берем ролевика Раф. Донни, прошу прощения. Лео Раф. И нам нужен еще Микеланджело. Да. Команда ролевиков вперед. Четыре волны здесь у нас. Но они достаточно крутые. Поэтому я не думаю, что у нас будут проблемы. Итак, друзья. Фут и Маустеры. И сразу же превращаем Рафа в индюшку. У него появляется особая способность смерть. Теперь он будет пстить за каждого союзника, на которого нападут враги. А наш Микеланджело, ролевик, тем временем еще использует кольцо удачи. Супер. Вот. Донни прокачивает дополнительную защиту. Вот, замечательно. Ох, ничего себе, появилась броня. И Раф наносит мощнейший удар щитом-бумерангом. Вот, должен сейчас выбить Фута. Но я не знаю, удастся ли. Да, победил. Вот, враги уже достаточно высокого уровня. С каждым уровнем враг становится все сильнее. Итак, Раф. Вы видите, на каждую вражескую атаку. Благодаря мессии Раф контратакует и добивает врага. Вот, без проблем. Прошли через первую волну. Переходим ко второй. И сразу же особый удар двадцаткой Рафа ролевика. Есть. Фут уничтожен. А дальше особая атака Донни Ролевика. Он забрасывает всех врагов огненными шарами, фаерболами. Прожигая и поджигая их. Супер. Вот, просто шутя. Прошли через вторую волну. Переходим в третий. Кто здесь у нас? Рокстеди, плюс роботы, плюс футы и плюс маусеры. И для них есть особый сюрприз. Микеланджело Ролевик стреляет из вантуза, нанеся массовую атаку. Уничтожает большинство врагов. Отлично. Рокстеди выживает ненадолго. Лео пока усиливает, подлечивает наш отряд. И Раф при помощи черепа, метнув его, добивает уже последнего врага. Рокстеди в этой волне. И мы переходим в четвертый. Четвертая волна. Рокстеди Бибоп. Плюс фут и еще два робота Крэнга. Что ж, ничего страшного. Донни Ролевик тем временем призывает огромную пиццу, подлечивая и усиливая наш отряд. А вот кто это у нас? Раф наносит удар топором, выбивая очередного врага. И Микеланджело возможно закончит бой, забрасывая врагов водными шарами. Отлично. Итак, фут и робот уничтожен. Остается Рокстеди с Бибопом ненадолго. Огненная волна от меча Лео Ролевика ставит точку и в этой битве. Ну что ж, просто великолепно. Отличнейший бой. Отличнейшая победа. И мы идем с вами дальше. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, наша награда это ДНК Рафа Классического. И мы переходим к шестому эпизоду. Итак, друзья, для шестого эпизода давайте-ка я возьму команду черепашек. Кстати, черепашек из фильма у нас нету. Да, друзья, черепашки из фильма не участвуют в этом эпизоде. Ну что ж, ничего страшного. Итак, давайте-ка, друзья, я возьму пока команду черепашек из мультика. Вот потом черепашек в видении, а потом возьмем сборную. Вот, друзья, я что-то немножко не посчитал. Я посчитал, что есть семь команд черепашек. Нет, только шесть. Одной команды не хватает черепашек из фильма. И да, в начале боя Микеланджело из мультика прокачивает уклонение особую технику, благодаря которой вражеские удары проходят мимо. И давайте-ка, друзья, начнем с особой атаки Лео из мультика. Это стальной торнадо. Бросая вверх мечи, он наносит массовый урон, сметая, уничтожая большинство врагов. Но, как видите, Бибоб выжил ненадолго. Ударом Саи Раф добивает и этого противника. Супер. Что ж, враг пошел посильнее, но и наши черепашки молодцы. Переходим ко второй волне. Вот, и здесь возможность либо прокачать защиту, либо атаковать. Давайте-ка, друзья, я атакую. Донни из мультика забрасывает врагов сюрикенами, выбивая футов, но Рокстеди выживает. Опять же, друзья, надеюсь, что ненадолго. Дымовая бомба Микки из мультика. Вот удар и очередной враг повержен. Супер. Третья волна. Переходим к третьей волне. Рокстеди Бибоб. Ну и вот уже, друзья, придется бить обычными атаками. Лео из мультика ударом с разворота выбивает фута. Вот Раф прокачивает дополнительную атаку, чтобы помочь нашему отряду благодаря своей ярости. А Донни пытается подорвать очередного противника. Да, есть возможность прокачать защиту мне, но мне кажется, друзья, пока нет смысла. Хотя перекусить пиццей с Микеланджело из мультика это очень неплохой вариант. Отлично. Герои прокачаны. Лео наносит мощный удар, выбивая очередного робота. Остается Рокстеди с Бибобом, который в свою очередь обстреливает наших героев. И так достается нашим черепашкам. Ой-ой-ой. Так Рокстеди тоже пытается что-то сделать. Ну а Раф вызывает противника на бой. Вот так. Супер. Ну что ж, неплохо. Кроме того, еще Донни из мультика прокачивает дополнительную защиту. И Микеланджело начинает атаку. Вот при помощи Нунчак снимает часть жизни. А Лео добивает Рокстеди. Отлично. Вот еще выживает Бибоб. Опять же ненадолго. Микки снимает большую часть жизни. Ох, ничего себе. Бибоб в ярости пытается успокоить себя. Поедай попкорн. Но Раф ставит точку и в этой битве. Супер. Но это еще не все, друзья. Впереди еще четвертый эпизод. Вот. Ого. И так появился Шреддер классический. И у нас нету массовых атак. Что ж, будем бить чем есть. Вот. Давайте-ка я еще благодаря медитации усилию наш отряд. Вот Лео так здорово медитирует. Усиливает, подлечивает. Вот Микеланджело прокачивает уклонение. Чтобы вражеские удары прошли мимо. Удалось обновить эту способность. И пытаемся добивать врага понемножку. Да, ударом с разворота удалось выбить противника. Раф атакует Рокстеди. Да, ударом просто своих сай выбил противника. А Донни забрасывает врагов сюрикенами. Вот слабенько, слабенько. Шреддер в ярости. Призывает помощь из иного измерения. Достается немножко нашему отряду. Но Раф добивает Шреддера. Вот Биба пытался еще сделать. Но опять же, Раф ставит точку в этом сражении. Просто-просто супер. Ну что ж, бой получился, по-моему, друзья, довольно-таки неплохой. Вот классный. Наша награда это ДНК Микеланджело классического. И мы переходим к следующему эпизоду. Итак, седьмой эпизод. Ну и, конечно же, друзья, я беру команду ведения. Вот Микки, Донни, Лео и мне нужен Раф. Раф, дружище, вот он. Вот, к сожалению, нет команды из фильма. Седьмой. Но я надеюсь, что команда ведения, сидя в себе, сейчас себя очень даже неплохо покажет. Вот, массовые атаки пока я приберегу для следующих волн. Пусть Лео ведение в начале боя прокачает скорость. Отлично. Вот, возможно, еще прокачаем точность. Вот так. Отлично. И начнем битву. Хотя, давайте-ка, друзья, наверное, я по одному буду пока выбивать противника. Итак, огненная атака Рафа поджаривает очередного фута. Неплохо. Вот, пытается что-то сделать. Маусеры, они даже атакуют. Ничего себе. Вот, я думаю, друзья, стоит ли прокачивать нам атаку. Давайте-ка я все-таки прокачаю. Итак, до неведения Рубин фигурку тигреного когтя, прокачивая атаку для нашего отряда. А вот Лео, друзья, стоит ли применять массовые атаки? Нет, приберегу. При берегу массовую атаку лучше просто обычными ударами выбить противника. Вот так. А уже во вторую и следующие волны мы возьмем с вами массовые атаки. Да, вот. Здорово. Итак, огненный, торнадо, Рафа, ведение просто выжигает всех врагов. Отлично. И мы, шутя, проходим через вторую волну. Переходим в третий. Опять же, целая куча врагов. Нету сейчас у Дони ведения массовой атаки. Ну, вообще, у него нет. Но, тем не менее, при помощи каменной глыбы он расплющивает врага. А Лео уже использует массовую атаку град стрел. Отлично. Достается врагам, но, как видите, выживает. Надеюсь, что ненадолго. Вот, опять же, массовую атаку я пока приберегу. Выбьем врага и перейдем к четвертой волне. Итак, четвертая волна. И это куча врагов. Вот, Рокстеди, Бибоп и Шреддер. Что ж, надеюсь, каменный молот Дони нанесет множество повреждений. И да, расплющил Рокстеди. Дальше, огненным рощерком Раф ведения поджаривает врагов. Враги выживают. Вот, есть возможность использовать взрывную тыкву, но я пока ее приберегу. Попробуем выстрелом стрелы добить. Добить не получилось. Что ж, тогда пусть голодные белки, вот, благодаря Микеланджелу ведения, который бросил желудь, запинали уже последнего врага. А мы добрались с вами к Технодрому, которого сейчас и попытаемся уничтожить. Итак, друзья, перепрыгивает наши герои через ловушки и выходят на встречу с Крэнгом классическим. Вот он, вредный монстр. Потирает свои щупальцы. Вызывает наших черепашек на бой. Но я не думаю, у него нет ни единого шанса. Итак, Раф ведения пытается его поджарить при помощи огненных атак. Что-то слабовато. Крэнг классический, в свою очередь. Ух, ничего себе. Плюется ядерной бомбой. Достается немножко нашим черепашкам. Но Лео использует взрывную тыкву. Бросок взрыв. Удалось снять половину здоровья. Донни ведения еще рубит его топором. Враг выживает, но ненадолго. Микеланджело ведение ставит точку в этой битве. Ну что ж, просто супер. Отлично, друзья, победа. Ну и вот, добрались мы с вами до последнего финального восьмого эпизода. Вот, да, наша победа, друзья, это у нас команда ведения, которая заработала ДНК Шредера классического. Вот, переходим к восьмому эпизоду, где нужна будет самая сильная команда, потому что очень сильные враги. И да, давайте-ка я возьму команду с двумя массовыми атаками. Итак, мне нужен, друзья, Донни классический. Мне нужен, друзья, вот, Раф ведение. Мне нужен Лео ведение. Я вспоминаю, есть Микеланджело ролевик. Кто у нас из наших героев еще с двумя массовыми атаками? Вот, по-моему, больше героев нету. Но тогда, друзья, я возьму Лео из мультика. В случае чего он подлечит, хотя, вот, уклонение тоже было бы неплохо. Ну, мне кажется, вот такая вот команда черепашек будет здорово. Что ж, вперед бой. Пять волн в данном эпизоде. И я надеюсь, что при помощи массовых атак мы сейчас справимся неплохо с врагами. Итак, в начале боя я все-таки прокачиваю скорость. Вот, я думаю, это будет важно. Очередной баф. И сразу же массовая атака водными шариками от Микеланджело ролевика. Отлично. Враги выживают. Это уже, конечно же, не очень хорошо. Пытается контратаковать. Вот, ничего себе. Неприятно. Неприятно досталось Лео. Вот, пока приберегу я массовые атаки. Пусть Раф поджарит очередного робота. И Лео выбит второго. Ну, в принципе, я считаю, друзья, неплохо, что взяли Лео из мультика. Если что, подлечит отряд. Вот, переходим ко второй волне. И сразу же попытаюсь использовать массовую атаку. Массовая атака это взрыв кофейной машины, который запускает Донни классический. Взрыв отлично. Один из футов уничтожен. Вот, массовую атаку, опять же, я приберегу. Перейдем лучше к третьей волне. Итак, третья волна. Футы, Маусер и, опять же, Микеланджело Ролевик. Выстрел из Вантуза и практически команда уничтожена. Вот, немножко врагов осталось. Не пожалею массовые атаки. И угоденным рощерком Раф видение добивает и эту волну противника. Четвертая волна. Футы, Маусер и роботы Крэнгов. И вот сейчас уже, опять же, очередная плюшка от Лео. Массовый стальной торнадо. И, ну, просто шутя сметает четвертую волну. Переходим в пятый, в который у нас полный комплект классических негодяев. Шреддер классический, Крэнн классический, Рокстеди и Би-ВП классический. Плюс еще один фут. Что ж, друзья, начнем с массовой атаки. Донни классический атакует при помощи вертолета, снимая часть жизни. Дальше Лео Ведение бросает взрывную тыкву, подрывая вражеский отряд, снимая часть жизни. Враги выживают. Что ж, нам нужна удача, чтобы победить этот отряд. Что и использует Микки Ролевик. И попытаемся, друзья. Ой-ой-ой, итак, враги активизировались. Шреддер классический призымает помощь из иного измерения. Вот, но в бой включается Раф Ведение. И он огненным торнадо выжигает большую часть врагов. Вот, Лео еще медитирует, подлечивает наш отряд, восстановливая здоровье братьев. И точку ставит Донни классический, просто стреляя из телепортационной пушкой и приносит нам победу. Просто, просто великолепно. Что ж, друзья, просто здорово. И наша награда это ДНК Крэнга классического. Сегодня испытание классическая бойня пройдено. На этом сегодня я с вами прощаюсь всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok